Всем привет! Наступила зима, а это значит снег, лед и тому подобные приятности. Почему приятности? Потому что какой человек не любит выехать на скользкую поверхность и нажать педаль в пол? Чтобы машину не сло, человек крутил руль и получал от этого удовольствие. Потому что вождение это прежде всего удовольствие. Но где его получить? На дорогах, когда лед опасно, можно убраться либо в кого-нибудь, либо в отбойник. В общем, это не самое лучшее, что можно придумать. Но оптимально, когда уже холода наступили, попробовать себя на поверхности какого-нибудь водоема. Лед имеет свойство обладать достаточно нестущей поверхностью, а значит можно выезжать и носиться вдоволь. Единственное, что можно повредить, это самому машину, ну и соответственно врезаться в берег или в такого же любителя покататься. В общем-то, при должной осторожности все должно пройти успешно. Но есть главная проблема. Это несущая способность льда. Как ее измерить? Ну, когда лед застывает, человеку он может держать, а машину нет. Для этого, чтобы проверить, способен ли он выдержать машину, нужно произвести замер толщины льда. Для этого я, например, использую вот этот вот ледобур. Устройство недорогое, стоит около 1000 рублей всего лишь, но позволяет удостовериться в том, что вы не превратитесь вместе с машиной, с водолаза и подводную лодку соответственно. В интернете полно форму, с помощью которых можно определить, какая толщина является оптимальной. Но, конечно же, даже вот этот замер не позволит сделать его о том, однозначно, какую форму применять. Потому что лед может быть совершенно разный. Он может быть с краплениями, снега может быть без краплений. И, соответственно, разная у него возможность держать себя и какую-либо нагрузку. Это, конечно, глоциологам, но в целом можно предположить, что определенная толщина льда выдержит то, что нужно. Но, довольно болтать, попробую, что называется, провести замер. Втыкаю ледобур и начинаю вращать. Лед легко идет. Главное, точить ледорубные элементы. Ну, а теперь заменяем толщину льда. Для этого есть специальная рулетка. Ледко. Лучше залезть туда рукой. Будет, конечно, холодно. Но, в общем... О, промерзл очень далеко. Даже вот рука не доходит до края. Но на прошлом деле замерял, было 30 сантиметров. Сейчас еще больше. Так что можно смело выдвигаться и ничего не ждать. По любым формулам, выдержит даже танк. Все, спасибо, ребята. Успешной езды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!